English, motherfucker! Do you speak it? Я решил просто записать вот такое видео про игру слов, каламбуры, называйте как хотите, потому что, ну, на самом деле, не так давно я переводил видео, и, на мой взгляд, оно, ну, не очень удачное, потому что мне сам мой перевод не нравится, потому что там нужно было очень-очень много стараться, пытаться мучиться, и на то нужна была команда, целая переводчик. Вот, например, парочку моментов оттуда. Расскажи смешную шутку, которую знаешь. Что сказала свинка, когда вышла на солнышко? Беконом пахнет! Почему волки не едят бабушек? Не знаю. Они рот вяжут. Кто там? Я пью моп. Я пью мопу. Эй! Эй, ты пью мопу? Ага. Тук-тук. Кто там? Лена Головач. Головач Лена? Фу, я сказала, это из-за тебя. Ага. Ну, как вы уже поняли, я перевожу для канала Модеста, подпишитесь обязательно, если еще не подписаны, там есть мои переводы с ошибками, естественно, так что, если что, пишите мне там или ему, я не знаю. Ну, короче, кому-нибудь можете писать, что там ошибка, Кирилл, ты чё, тупой, дурак, не а там. Ну, так вот, и почему-то мне сразу же вспомнилось, что я не один такой, кто мучился над игрой слов, ну, ясен фиг, что я не один. Но единственное, что мне в голову прям попало очень жестко, это дополнение к игре Last of Us, или которое, как у нас, привели одни из нас, на которые у меня я вообще даже представиться не могу, почему так решили. Ну, как, я могу, да, уже есть видео про перевод Last of Us, сделала трудности перевода, по-моему, в stopgame.ru. Вышла, ну, на stopgame.ru, была такая рубрика, и там назывались трудности перевода, и действительно классно, интересно, я согласен практически со всем. Там они объясняют все, объясняют игру актеров, объясняют некоторые моменты, ошибки. Это примерно как мой формат видео с сериалами, с фильмами, с озвучками, но там только с играми. Но, к сожалению, он уже закрылся, но в целом я посмотрел очень много в то, что играл, по крайней мере, я посмотрел, и да, это круто. Потому что мне нравится больше, как там проработаны ролики, вот. И сегодня я хотел вам показать, с какими же сложностями столкнулись люди, которые переводили, вот, дополнение к игре Last of Us, по-моему, Left Behind переводится, или что-то. Ну, короче, оставшиеся позади. Или стейбе, короче, неважно. Вот, и там, получается, девочка, Элли, да, она нашла, не Элли, ее подруга, нашла книгу каламбуров. И там можно постоянно нажимать на кнопочку, и она будет говорить каламбуров. И каламбуров там, ой-ой-ой, мама, не горюй, штук, наверное, раз, ну, много, в общем, больше десяти. Возможно, даже больше двадцати, я так подумал, блин, ну, это жестко, это жестко. Потому что американские шутки, они вот, фишка в том, что они так и строятся на этом. У нас, если анекдоты строятся, в принципе, на какой-то нелепой ситуации, у них именно она строится на игре слов, постоянно. Ну, в общем, вот как это перевели. Возможно, где-то здесь покритикую, возможно, ну, больше, наверное, похвалю, потому что, ну, я сам, как переводчик, могу сказать, что это очень сложно, и мозги взрываются. Если ты сразу не нашел какой-то связи между русским языком и английским, тебе приходится находить аналог. А это, ой, какое неблагодарное дело, ой, как это ужасно, потому что ты не стендап-комик. Ты человек-переводчик, и, ну, вот, например, у меня с юмором не всегда все хорошо, поэтому придумать шутку, особенно на ходу, это очень сложно, а сроки очень часто горят. Это не оправдание, но просто так вот сложилась ситуация. Итак, ну что ж, поехали. Первая, первая тема. Что треугольник сказал кругу? You're so pointless. Что такое point? Point это как бы острие, то есть pointless это без острия, то есть как бы гладкий, ну, грубо говоря. Плюс pointless это еще и бессмысленный, да, то есть поэтому, в этом и шутка. You're so pointless, и в тебе нет смысла, и в тебе нет углов. Как это привели? Катись отсюда, ну, в принципе, это, конечно, не каламбур, скажем так, но... Да, точнее, это не игра слов, но в целом, окей, то есть они попытались, они сделали дальше. Опять же, повторюсь, скорее всего, я не буду как-то сильно это все критиковать, потому что я понимаю, что это сложно. Что получил каннибал, когда опоздал в гости? Да, cold shoulder. То есть, cold shoulder это холодное плечо, или же это еще холодный прием. Ну, вы поняли, да? Холодное плечо, холодный прием. Как это перевели? Плечики, да, что попросил каннибал, когда пришел поздно. Плечики, ну, тоже такое. Кстати, ну, в целом, шутка сохранена, я бы так сказал, даже я бы сказал, очень даже неплохо. Оно, конечно, вырисовывается сразу же, но это норм, я считаю, что это круто. Я слышала, что два орешка, да, они зашли в парк, и один был as-salted. As-salted был, то есть, солененький, был посолен, да? И еще as-salt это нападать, то есть на него напали. Ну, вы поняли, да? Шутка ясна. Как это перевели? Однажды два галстука зашли в бар и залили заворотник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Два галстука зашли в бар и залили заворотник. Вот это, кстати, мне кажется, тоже довольно неплохо, забавно, прикольно. Вареное яйцо с утра очень трудно побить. Ну, во-первых, потому что оно твердое, да, как бы его не разбить, да, не так легко, как сырое, да, ну, понятно. И еще hard to beat это лучше ничего не придумаешь, то есть яйцо с утра, да, вареное яйцо с утра очень трудно как-то переплюнуть. Ну, в плане того, что это хороший завтрак. Ну, вы поняли. Как это перевели? Нет ничего круче по утру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Нет ничего круче по утру, чем вареное яйцо. Вот уже тоже, вот, хорошо. То есть, мне кажется, тоже довольно неплохо. Яйцо вкрутое, оно твердое, то есть, ну вот, круто. Я читаю книгу про антигравитацию, и мне ее трудно положить вниз, то есть, просто положить, put down, положить, убрать, ну, или, как бы, вы поняли, да, положить, потому что она антигравитационная. Ну, тоже такая шутка такая, норм. Ну, как? Не очень смешная, если честно, но окей. Как это перевели? Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее невозможно оторваться. В принципе, шутка такая же не смешная, как и в оригинале. Ну, норм. Перевод норм. Это не так, что парень не знал, как жонглировать. Он просто не знал, чтобы делать. Оооо. Ооо. Ха-ха-ха. Вот это очень забавно. То есть, как бы, парень не то, чтобы не знал, как жонглировать, у него просто не было на это шаров. Ну, то есть, чтобы жонглировать. Или еще болс это яйца. То есть, он не то, чтобы не знал, как жонглировать. У него просто не было своих яиц. Ну, яиц в смысле, половых яичек. Забавно. Как это перевели? Это, кстати, забавная шутка. Не то, чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. Тоже получилась такая пошлая шутка. Он не то, чтобы не хотел жонглировать, он просто не хотел сверкать шарами. Ну, окей, окей. Тоже пошлая, тоже такая нормальная. Я очень рад, что я знаю язык жестов. Он как бы помог мне. Хэнди, да, то есть это и руки, то есть он пришелся под руку, то есть он вспомогательный был. Плюс Хэнди из-за того, что это связано с руками, то есть как бы... Ну, вы поняли, короче. Язык жестов, его делают руками, то есть на нем говорят руками, и также он как бы пришелся под руку. Ну, я думаю, вы знаете, какой будет перевод. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Дурацкая. Правда, дурацкая. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Ну, в принципе, да, примерно похоже. Можно было бы так же и перевести, типа, хорошо знать язык жестов, иногда приходится очень даже под руку. Ну, что-нибудь такое, но и то, и то, я бы сказал, в переводе, ну, такое себе. Он не отражает того, что было в оригинале, потому что в оригинале действительно забавно. Я забыл, как бросать бумеранг, но он ко мне вернулся. То есть это не только имеется в виду про реальный бумеранг, то есть который возвращается, да, came back, но это еще и в памяти, да, говорится, что я не знаю, как это было, как сказать это слово, но it came back to me, да, оно потом вернулось. То есть вот на этом и строится шутка. Как это перевели? Я забыл, как выращивать бактерии, но они сами выросли. Да. Я забыл, как выращивать бактерии, но они сами выросли. Непонятно. Я не понял. Sorry. Вот это тоже очень забавно, то есть когда часы голодные, они идут назад на 4 секунды. 4 секунды это еще и, ну, если мы for не как 4, а как для сделаем, то есть это идти за вторым, это означает идти с добавкой. То бишь, когда часы голодные, они как бы идут за добавками и они идут на 4 секунды назад. Ну, вы поняли, то есть вот это каламбур, это игра слов и это, мне кажется, довольно забавно и остроумно. Как это перевели? Голодающие часы считают мгновение до обеда. О, врубилось, считают мгновение. Голодающие часы считают мгновение до обеда. Ну, это очень плохо, на мой взгляд, вообще не смешно, но они почему-то этому радуются. Но, опять же, я не знаю, я представляю, насколько это сложно, тяжело, поэтому ничего сказать не могу, но перевод здесь откровенно не смешной. Шутка откровенно не смешная. I once heard a joke about amnesia, but forget how it goes! Ну, тут, я думаю, тоже все понятно. Я знал шутку про амнезию, но я как бы забыл, как она, как вообще она, как она звучит. Ну, тут понятно. Мне рассказали анекдот про амнезию, но я не помню, о чем он. Не дурно. Собственно, не смешная шутка в оригинале, не смешная шутка в переводе, перевод дословный, поэтому окей, ничего сказать не могу. Когда в школе выключили свет, дети были delighted, это были очень радостные, очень веселые и так далее. Ну, или daylight, как бы, без света D, то есть, как бы, это приставка отрицания, ну, такая, знаете, и поэтому, как бы, они были без света. Радостные и без света это каламбур, вот. Вампиренок не пришел из школы, потому что неожиданно получил кол. Хм, ладно. Тут ее вообще заменили, просто решили сделать со школой, и я считаю, эта шутка даже смешнее, чем в оригинале, на мой взгляд. Но, к сожалению, здесь пишут, ну, как говорят, ну, персонажи реагируют на эту шутку, ну, такой себе, но мне кажется, она смешнее намного. Я даже такой, ха-ха, посмеялся, когда первый осмотрел. Вот эта шутка мне тоже показалась довольно остроумной, потому что shy, these fish were shy, да, они были, эти рыбы были застенчивыми, скорее всего, они были кой. Кой это тоже застенчивый, и плюс ко всему, это еще карп, то есть, на этом и стоит эта шутка. Кой застенчивый, кой карп, то есть, скорее всего, эти рыбы были карпом, ну, застенчивым, вы поняли. Что-то щука бузит, похоже, надо дать леща. На самом деле, тоже забавная шутка, мне кажется, ну, она, я бы не сказал, что она как-то связана с каламбуром, хотя, наверное, можно сказать, да, игра слов к каламбуром, но, в принципе, прикольно, прикольно. Мне кажется, тоже не так плохо. Вот эта шутка тоже довольно мне непонятна, потому что батарейная кислота, я не знаю, можно ли ее пить, пьет ли ее вообще-то кто-то, но дальше идет шутка, что эти мужчины, которые пьют вот эту кислоту, они скоро будут charged, либо заряжен, charge, как заряжать, либо charge, как выписать штраф, то есть, I was charged for drinking alcohol outside, да, то есть, меня штрафовали за то, что я пил алкоголь на улице, ну, то есть, вот, есть такой смысл, да, вот, ну, и в том же смысле, что они будут заряжены. Возможно, battery acid, это какой-то напиток, который пьют в Штатах, ну, или пили, я не знаю. Ну, такое тоже, понимаете, у нас невозможно найти аналог этой шутки, поэтому сделали вот такую про младенца, еле усыпили, ну, тоже, не она не смешная, мне кажется, совершенно, нет, мне не понравилось, ну, я не могу сказать ничего к переводу, просто шутка не смешная, вот и все. Вот это забавно, я тут, типа, целых две шутки, какая любимая буква у пирата, она говорит, я знаю, R, потому что они такие все, R, R, он говорит, нет, вообще-то C, C, это море, C, ну, вы поняли, да, мне, кстати, шутка была, по-моему, в Южном парке. Там было си-мен, си-мен, и си-мен как сперма, и си-мен как морские люди. Какая у волка любимая буква? О, это я знаю. Нет, буква М. А, потому что волк обычно Ам и Сьел. Это самое прикольное пока что. Да, круто. Ну, вообще, мне кажется, тоже не смешно так, так тупо, но, опять же, никакого, это самое приближенное, что можно было сделать, как мне кажется, к этой шутке. Если, кстати, у вас есть варианты, пишите в комментариях, я все обязательно лайкаю, и мне очень нравится, особенно один подписчик, Джонни Доллар, если ты смотришь это, то пиши в комментариях, это круто, то, что ты делаешь, это круто. Таких вот не хватает, наверное, в креативный отдел какой-нибудь. Ну, лично мне даже, наверное, не хватает в мои переводы. Ладно, в общем, ну, вы поняли, да? Ам и Сьел. Не, такое себе. Вот эта шутка мне тоже кажется очень забавной, и она довольно сложная, я такой гуглил немного. Короче, Midget Psychic, это гном, как бы человек низкого роста, который телепат, экстрасенс. Этот Midget Psychic, то есть гном-телепат, он сбежал из тюрьмы. He was small, medium, at large. Small, маленький, medium. Это medium, то бишь тоже экстрасенс. То есть есть такое слово. Ну, small, medium, это маленький, средний, at large. At large, на свободе. Там, допустим, prisoner is at large, то есть заключенный на свободе. То бишь, маленький, средний, большой. Но при этом в этом есть смысл какой-то, да? То есть small, medium, at large. Маленький, средний, большой. Ну, короче, прикольно. Мне кажется, такая шутка довольно забавная. Я когда разобрался, я такой, ууу, прикольно. Почему шахматистка не ест ферзя? Она бережет фигуру. Почему шахматистка не ест ферзя? Она бережет фигуру. Ну, такое, знаете, очень... Ну, это, нет, ну это игра слов, я скажу честно. Но мне кажется, вместо ферзя можно было какого-нибудь коня. Потому что конину люди едят, а ферзя как-то нет. Вот, поэтому мне кажется, там коня было прикольней. Но в целом, каламбур, каламбур. Игра слов, игра слов. То есть, что мы еще продираемся? Окей. Но я к тому, что в оригинале шутка была намного такая колкая и прикольнее, мне кажется. Это шутка очень-очень странная. Ну, она тоже. To be inclined, это в прямом смысле наклоняться и быть склонным к чему-то, да. То есть, I'm inclined to buy a game. То есть, я склонен к тому, чтобы купить игру. Но при этом вы также можете быть inclined forward. То есть, клониться вперед. Да. To be laid back, это отклониться. Отклониться, то есть, отложиться назад. То есть, я склонен отклониться, я склонен расслабиться. Короче, такая тоже вся шутка не очень смешная, как мне кажется. И они там дальше говорят, что типа, чё, чё, всё, это вся шутка. То есть, ну, понятно. Я такой ленивый, что в лом рассказывать. Как знакомо, я тоже иногда от ленивых страдаю. И всё, и это вся шутка? Это, это вся шутка, что он ленивый. Ленивый. Да. Я такой ленивый, что в лом рассказывать. Вот здесь, мне кажется, идеальный подход, потому что шутка тупая, в оригинале она не очень смешная, здесь она еще более не смешная, поэтому, мне кажется, здесь прям огонь. Все очень неплохо, и все очень хорошо сочетается. Вот это тоже, мне кажется, очень такая остроумная шутка. Cartoonist, мультипликатор. Мультипликатора нашли мертвым дома, да? Details were sketchy. Скетчей, это, во-первых, ну, скетч, вы поняли, да, зарисовки. И плюс скетч, это еще и страшный, да, то есть детали были страшными, и они же были, ну, как бы, зарисовками. Ну, короче, очень забавно, очень смешно. Как это перевели? Заголовок в местной газете. Обнаружен труп жадиной. Подробности за деньги. Да. Вообще, не, мне не зашло. То есть, прям, вообще неостроумно. Так тупо, мне кажется. Не, может быть, я с тебя был носителем, мне бы эти шутки тоже казались тупыми. Ну, в оригинале, да. Но, тем не менее, меня не забавляют. А здесь как-то, не, вообще не то. Кроме заголовка газет, здесь как-то особо-то связи нет. Обнаружили труп жадины. Че бы они писали про жадину. Ну, то есть, да, видите, в оригинале оно более, ну, более как-то логично, что ли. Здесь, не, тупо. Ну, ладно, окей. Опять же, не могу ничего сказать, потому что, ну, эта игра слов-то сложна. Фокусник, да, волшебник, он был расстроен, и он вытащил своего зайца, да. Но плюс, pull her out, это еще рвать на себе волосы. То есть, он был грустный, да, и поэтому он рвал на себе волосы. Ну, типа, зайц и волосы звучат одинаково, поэтому вот вам игра слов-каламбур. Как это перевели? Весна сводит с ума, лед и тот тронулся. Да. А, ледоход. Ясно. Тупо. Весна сводит с ума, лед и тот тронулся. А вот это смешно, вот это мне понравилось, это забавно, неплохо. И там забавно, и там забавно, но почему-то ему там не понравилось, и там не понравилось. Ну, девушки, что с них взять? Ну, не, меня позабавил и русский вариант, и американский вариант. Вот это тоже, мне кажется, очень-очень остроумное, да, то есть... Ну, и забавно, ими... Короче, вообще, очень круто. Каннибал, расстроенный каннибал, он опустил руки, да, то есть опускать руки, сдаваться, to give up, плюс to throw up, to throw up, точнее, это блевать, то есть рыгать. То есть он выблевал свои руки. Блин, это круто, это офигенно. Я прям зарофился с этим, с этого. Ну, и в русском, мне кажется, тоже довольно забавно, очень хороший, очень хороший аналог нашли. Людоед был сыт своими друзьями по горло. Неплохо, это, мне кажется, очень-очень неплохо. Короче, тут довольно забавная шутка, потому что criminal liability, это, то есть, само ответственность преступника за то, что он совершил, да, то есть, его, как бы, ответственность. И, то есть, главным имуществом преступника является его liability, то есть, его, как бы, ответственность, грубо говоря. Но, при этом, liability, там написано, как liability, то есть, врать, то есть, способность врать. То есть, скажем так, преимущество, главное преимущество преступника, это его способность врать. Ну, в общем-то, вот, вот так вот. Ну, как-то перевели. Один преступник-бабник вечно путал алиби и либидо. Ну и ну. Вау, нет, отстой. Эх, ну, такое. Вечный преступник-бабник путал алиби и либидо. Ну, вообще, не смешно и к оригиналу тоже мало значения. Ну, как бы, понятно, почему, потому что у нас нет такого слова. Ну, и в целом, шутка так себе. I didn't have the faintest idea as to why I passed out. Тут со словом faint. Что такое? Faint? Faint это головокружение и падать в оморок, да? То есть, ну, еще I didn't have the faintest idea. У меня нет ни малейшей мысли. Такая фраза, да? У меня нет ни малейшей мысли, почему я вырубился. Passed out вырубиться. Ну, вы поняли. То есть, passed out и faint это одно и то же. Почему отменили телесные наказания? Я не секу, хоть убей. Криндж. Ну, да, мне тоже кажется, это совершенно не... Ну, мне вообще кажется не смешным, потому что... Ну, потерялась остроумность. Ну, опять же, говорю, переводчики не обязаны быть шутниками, стендап-комедианами и так далее. Ну, вот так вот, как получилось. То есть, вложили все силы, но такое себе получилось. Это нормально. Никого не могу винить за это. Вот это забавно тоже. Я слышал, что парня ударили, ну, банкой газировки. Can of soda, банка, да? Хорошо, что это был мягкий напиток. Ну, то есть, не мягкий, а легкий. То бишь, безалкогольный. Ну, забавно. По-моему, забавно звучит. Как на русском? Как тебе вот такая? Все любовались носом алкоголика. Он был красный-прекрасный. Нелепость. Да. Красный-прекрасный. Почему можно было, мне кажется, так же пошутить с пивасом с каким-нибудь? То есть, там, почему алкоголик не заболел, когда пил пиво на улице? Зимой. Потому что оно было... Там было мало градусов. Ну, что-нибудь такое. Да, я понимаю, что это тупо, но это хоть как-то приближено к оригиналу. Можно было как-то так постараться. Нет, на самом-то деле, там шутка забавная, староумная. Здесь прям как-то очень-очень плохо. Возможно, в липсинг не попадали, поэтому так получилось. Ну, окей. Ладно, пофигу. Вот это жесткое, как мне кажется, и очень прикольное. Кросс-тай – это косоглазый. Косоглазый учитель обладал проблемой с контролированием его учеников. Но пьюпл – это не только ученик, это еще и зрачки. Ну, вы поняли, да? То есть, ему трудно приходилось контролировать свои зрачки. Вон так вот. И про политику. Ну, вот это я понимаю, что это отсылка на нашу фразу, как бы, там, Владимира Владимировича будем мочить прямо в сортире, но что-то я не понял ничего, в чем шутка-то заключалась, я не понял. Вот это тоже мне показалось очень забавной шуткой. Hereditary – это наследственное. То есть, диарея – это наследственное заболевание, грубо говоря, оно течет у тебя в венах. Ну, точнее, в генах. Ну, или jeans, джинсы. Джинсы, джинсы и гены. Одинаково. Круто, смешно. Ну, и на самом деле, это тоже, я не знаю, да, у меня быдло-юмор, я очень люблю быдло-юмор и все такое, но это очень смешно. Бэшки выглядят как ашки. Блин, это неплохо, это круто. Это меня позабавило. Ну, на этом, в принципе, все. Я говорю, никакой морали здесь нет, я не хотел судить, я говорю, за это уже прекрасно взялись, точнее, трудности перевода, обязательно посмотрите их ролик, но вполне неплохо, вы знаете, не так уж ужасно, как могло быть. Мой ролик очень плохой, реально, типа, мой перевод мне вообще не понравился. Хотя, я понимаю, что ребята, ну, в общем, я тупой, я не могу писать шутки, сори. Ну, тем не менее, вот получилось то, что получилось, в комментариях люди оценили, судя по комментам, но, да, в общем-то, вот так получилось. Ну, спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, новое видео уже скоро будет, я надеюсь, через недельку, а может быть, даже чуть поменьше. Окей, а вы обязательно подписывайтесь на инстаграм и ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком изи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok